Абонентский отдел спецавтохозяйства работает плохо. К такому выводу пришли в администрации города, поскольку только 75% населения платит за вывоз мусора. Эту ситуацию нужно срочно менять, считает глава города, иначе городская казна теряет 963 миллиона рублей в год. Большие претензии к управляющим компаниям, в частности Крае-5 и Возрождение. Итоги субботника неудовлетворительные. Сами люди не выходят на уборку своих придомовых территорий, но и организовать штатных дворников на работу более ответственную и качественную получается не у всех управляющих компаний. За прошедшие два месяца выписано 200 протоколов от управления административной инспекцией, но и штрафы проблему мало решают. Я повторяю для всех глав районов. У вас вы обязаны, обязаны каждое утро пройти вместе с закрепленными за улицами, зайти во дворы и проверить, как работают управляющие компании по уборке дворов, проверить, как работает дирекция по уборке общественных мест. Вы это обязаны делать каждый день. Раз в неделю вы обязаны проводить планерки. Жильцам домов квитанции приходят вовремя, и люди исправно платят, а по факту оказывается, что числится в такой управляющей компании всего несколько человек, которые, конечно же, не справляются с объемом работы. Мэр попросил сотрудников полиции проверить их деятельность. А 17 ноября Анатолий Пахомов проведет повторную проверку в районе улицы Гагарина. Началась и активная инспекция гаражных комплексов с участием сотрудников полиции. В этом вопросе мэр тоже намерен поставить точку. Гаражи предназначены для машин, а если уж там живут люди, то они должны быть известны, по крайней мере, участковому, и обязательные условия подключения к центральной канализации. Но есть и хорошие новости. Продемонстрировал глава города собравшимся паспорт готовности к отопительному сезону. Он выдан краем. Сочи снова в лидерах по подготовке к зиме. Рассмотрели сегодня прогнозный план социально-экономического развития курорта на ближайшие годы. С учетом того, что Сочи стал официально полумиллионником. За последние 10 лет курорт два раза вырос экономически. Сейчас мы можем говорить, что пройдя вот этот постолимпийский трехлетний период, мы не провалились, не стали городом банкротов, достигли того пика развития экономики, который был и в предолимпийский 13-й год. Это очень хорошо, потому что мы видим, что есть рабочие места, развитая сеть гостиничного фонда. Модернизация всей системы позволила нам в том числе увеличить и транспортный поток, и транспортную проходимость. Прогнозный план – второй по важности документ после бюджета города. Разработанный документ стратегического планирования предполагает не только увеличение поступления в городскую казну, а еще и места в детском саду, количество врачей и учителей, а также прогнозы, сколько заработает реальный сектор экономики в различных отраслях. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.